Привет, друзья! В старых ЖК-телевизорах, которые сейчас уже не в моде и очень часто попадают на свалку, можно найти или вытащить вот такие вот светодиодные линейки, которые служили для подсветки экрана. И эти светодиодные линейки послужат нам для очень весьма полезной и нужной в хозяйстве самоделки. Такие подсвечивающие светодиодные линейки бывают весьма очень длинными. К примеру, я отрезал всего 20 светодиодов от линейки длиною 60 светодиодов. И сегодня я покажу вам, что можно из этого сделать. Запускать от розетки такую светодиодную линейку я не рекомендую. На моем канале есть видео, где я с помощью пальчиковой вот такой вот одной батарейки эту светодиодную линейку засветил и очень даже ярко. Но сегодня не об этом речь. Мы будем включать светодиодную линейку, конечно же, в розетку, чтобы светилась она очень ярко и была нам светильником. Чтобы осуществить такой проект, нам потребуется найти где-нибудь неисправную или разбитую филаментную лампу. Такие лампы запитываются весьма скромным, но не по параметрам, а по размерам источником питания. Который хорошо адаптирован для того, чтобы запускать вот такие филаментные нити, которые находятся в этой колбе. И его легко вынуть прямо из цоколя такой лампочки. Если неисправная филаментная лампа валяется где-нибудь, подберите ее и разберите. Достаньте вот такой вот небольшой блочок и с его помощью мы сегодня запустим именно эту светодиодную линейку. По конструкции такой блок питания очень даже прост. Выпрямительный мост, сглаживающий конденсатор, небольшой дроссель и всего лишь одна стабилизирующая микросхема. Сюда подается питание 220 вольт, а прямо на эти выводы я припаял вот эту самую светодиодную линейку. Такой светильник можно использовать где угодно. Для подсветки в барчике, для подсветки в шкафчике, для подсветки в холодильнике. Да, где угодно. Такая длинная, удобная, светящаяся лампочка. Но, вот эти 20 светодиодов для своего питания требуют, конечно, гораздо меньшего напряжения, чем требовала филаментная лампочка. И для того, чтобы ограничить ток, я, конечно же, его уменьшил. Но не с помощью резистора, не с помощью конденсатора, а с помощью обыкновенного выпрямительного диода, который я поставил непосредственно перед входом на блок питания. То есть, 220 вольт у меня будут подаваться на диод и вот на этот провод. В результате, на блок питания будет поступать всего лишь половина напряжения. И этого будет вполне достаточно, чтобы светодиодная лента прекрасно и ярко светила. Будьте осторожны при подключении подобных макетов в розетку 220 вольт. Не трогайте оголенными руками оголенные провода. Ну, наша самоделка прекрасно включилась. Блок питания справляется с тем, чтобы запитывать такую светодиодную линейку. И мы можем ее использовать как лампу подсветки в чем угодно. Базовые знания электроники и житейская хитрость помогли нам из выброшенного телевизора сделать весьма полезную вещь. Ну, а на этом все. Пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.